Добрый день, друзья! Сегодня у нас лекция Немецкая лекция. Будет она, как Стефан Цвейк сказал о Генрихе фон Клейсте, самому русскому писателю немецкой литературы, человеке с русской душой. И это, конечно, такая рифма к Цветаевой, потому что много этих людей объединяет. И прежде всего это какой-то еще один такой уникальнейший случай в истории мировой литературы, когда человека преследовал некий творческий дух, вот, преследовал с такой истовостью, с такой беспощадностью, с такой, я бы сказал, чудовищной силой, что был только один способ от него избавиться, это убить себя. И, конечно, да, Клейст, ну, великий человек, 10 лет назад, значит, Германия праздновала 200-летие Клейста, был объявлен год Клейста в Германии. Он в 2011 году покончил с собой, 21 ноября. И, ну, вот это очередная история, как их очень много. То есть при жизни у Клейста была поставлена одна драма, которая провалилась, вот, причинив ему невероятные страдания. И после его смерти кто-то из романтиков немецких, по-моему, это Клеменс Брентана, он смотрел постановку Кетхена из Гельборна. Постановка была так себе. Вот он смотрел и писал. Ну, вот, если бы Клейст все-таки увидел даже такую плохенькую постановку своей пьесы, может быть, он бы и остался бы в живых. Ну, это вот такая надежда современников на то, что если бы немножко по-другому, если бы как-то, ну, если бы хотя бы что-то, ну, хоть немного, хоть одну пьесу, может быть, фрагмент какой-то, может быть, какая-то добрая душа бы попалась, может быть, еще что-то. Ну, и, конечно, Клейст – один из величайших поэтов мировой культуры. Очень любопытный факт такой у нас в Википедии по поводу Клейста. Первое советское издание, двухтомник был в 1923 году, значит, переводы Пастернака, еще чьи-то. Пастернак очень много перевозил Клейста, очень его любил. Под редакцией Николай Сипанович Гумилева. Да, меня поразил этот факт, ничего не понимаю. В 1921 году Гумилеву расстреляли, в 1923 году выходит двухтомник Клейста под его редакцией. Удивительное время, удивительное. Вот. Ну, вот, наверное, так вот, если какое-то далекое предисловие, может быть, еще более далекое сделалось, потому что Клейста ставить очень трудно, поэтому вы не увидите его, как правило, на сценах, потому что трудно подобрать, в принципе, актеров, потому что драмы, трагедии Клейста написаны с такой страстью, и они требуют, в общем-то, таких способностей трагических от актеров, что, я не знаю, периодически я что-то такое вот встречаю, что кто-то на Западе поставил. Ну, вот и все. У нас я, пожалуй, что и не вспомню, что кто-то взялся в особенности за его великую пентасилею. Вот. Ну, если у вас какой-то возник интерес, потом его прочитаете. Вообще-то надо прочитать, конечно. Вот. Вы поймете, о чем я говорю. Тем более, что не надо забывать, что романтическая эпоха – это вообще особенная эпоха. Ведь романтики, благодаря им мы знаем Шекспира. Шекспир был забытым, в общем, автором. Вот. Никому не интересным, кроме англичан. И даже, говорят самим англичанам, не очень. Вот. Невозможно себе представить это. Но, тем не менее, это так. И как раз романтики открыли новый интерес. Они открыли новый интерес ко всему. К античности, к средневековью, к народным сказаниям, вот. К мистическим сторонам жизни. К чему только они не открыли. Вообще, и романтики совершили, пожалуй, на мой взгляд, наибольшее количество открытий в истории человечества. И все, что потом будет в истории искусства, это такое далекое эхо романтизма. Даже вот этот вот взлет модерна в начале 20 века. Собственно, все сделали они. И совершенно поразительные, конечно, судьбы. Я об этом уже говорил. Потому что почти все умерли молодыми. Вот. Клейст почти стариком в 34 года. И Байрон в 37 почти стариком. Вот. Все остальные, кто 23, кто 25. Большинство не дожил до 30 лет. Вот. И это нечто невероятное. Это одно из чудес света. Потому что, прожив такие короткие жизни, да, эти люди оставили невероятные, просто грандиозные наследия. И до определенной степени, ну, если бы вдруг, да, произошло невероятное, и у человечества какой-то бы возник новый интерес к романтизму, то было бы, конечно, интересно вглядеться в это явление, вот с какой точки зрения, как это вообще случилось. Вот. Каким образом? Да. В одной Германии такое количество совершенно гигантских одаренных людей. Гигантские. Да. Во всех областях жизни. Литература, философия, музыка, инженерное дело, история. Какое-то просто, какое-то наваждение. Вот. Потом в какой-то момент они потихонечку исчезают. Вот. Есть, правда, и старики. Гюго во Франции дожил до вполне себе преклонных лет. Уильям Уордсворт довольно много англичанин прожил. Но в целом это, да, абсолютно роковые судьбы. И вглядываешься в них, и не можешь понять, вот, что это такое. Что это такое. Это, в том числе, очередное размышление на тему того, понимается, что такое гений. Вот. И так ли сладко быть гением, как нам представляется. Потому что не надо забывать, что мы живем в совершенно замороченной убогой культуре, которая руководствуется избитыми истинными, убогими точками зрения на человека и на историю искусства. Это следствие того, что победили главные враги романтиков просветители. Просветители. Правда, и просветительский век к нашему времени извратился, деградировал. Вот. Превратился тоже практически в ничто. Но именно просветительский век создал вот этого человека, Филистера, Бюргера, Мещанина, да, который, ну, просто не в состоянии, вот, как бы оказаться в одной орбите с Генрихом фон Клейстом. Этого человека боялся сам Гёте. И было чего. И было чего. Он, собственно, и сам себя побаивался. Вот. Ну, начнем с нескольких цитат. Да. Шарль Бадляр. Романтизм небесное или дьявольское благословение, которому мы обязаны, не заживающие раны. Прекрасное высказание, да? К которому мы обязаны, не заживающие раны. В чем же рана-то? В чем же рана? И, наверное, Бадляр мог бы добавить, которая, наверное, не должна заживать. Вот. Она, к сожалению, зажила в силу, просто, силы забвения. Блок Александр Александрович, где у нас тут? Да, вот. Романтизм – условное обозначение шестого чувства, если мы возьмем это слово в незамыленном, чистом виде. Романтизм – есть не что иное, как способ устроиться и организовать человека, жителя культуры, на новую связь со стихией. Тоже замечательное высказывание. Вот. Все пестрит и искрит смыслами. И Александр Александрович, конечно, понимал, о чем идут речь. Ну, вот, да, надо сделать все-таки какое-то предисловие. Вот. Ну, что, собственно говоря, происходило? Вот. Ну, понятно, что мы люди все знаем из книжек, в основном плохих. Вот. Потому что хороших мало. Хорошего всегда мало. Понимаете? Ты тут ничего с этим не поделаешь. Вот. Поэтому, в основном, мы знаем все из плохих книг. И плохих источников. И плохие книги нам как-то вот сообщают о том, что… Ну, как бы такое ощущение, что вот романтики, они как-то как грибы. Вот однажды после дождя так они появились. Вот. Появились. И решили, как бы, трансформировать все. Да? Все. Но в действительности все они получили, большинство из них, просветительское воспитание. Они воспитывались, что называется, в старом ключе. И клейс не исключение. Более того, он получил просто кошмарное по тем временам воспитание. То есть, вся семья были военными. Это прусская армия. Это кадетский корпус. Это невероятная муштра. Да? Это вообще какой-то непрекращающийся кошмар. Вот. Просто непрекращающийся кошмар. И, понимаете, есть невероятная сцена по произведениям клейста, как о том свидетельстве «Кинопоиск», снят 49 картин. Из них несколько о самом клейсте. Почти все недоступны для нас. И вот я пользуюсь случаем, обращаюсь к какой-нибудь широкой, а также глубокой аудитории. Может быть, на Антарктиде кто-то это может сделать. В 2014 году вышла картина, она была в конкурсе Каннского фестиваля «Безумная любовь», Джессики Хауснер, одного из самых интересных режиссеров современного кино. Все фильмы этого Каннского фестиваля, как почти всех, есть в доступе. Фильма «Безумная любовь», а Генрих фон Клейсте, получившим прекрасную прессу, нет. Нет. То есть некому перевести. Может быть, кто-то на Антарктиде переведет, мне пришлите тогда. Может быть, найдутся два пингвина с каким-то романтическим взглядом на мир, которые бы взялись за эту неисполнимую работу. Все интересно. Посмотрите на эту программу 2014 года. Все людям интересно, кроме Генриха фон Клейста. Вот, отмщение им и будет моя лекция. Так вот, русская армия, понимаете, это просветительский век, это век, как мы-то говорим, век разума, да, это век, который упростил все на свете, да. Упростил это, ну, чтобы нам легче жилось, я не знаю, стало ли нам легче житься, вот, это большой вопрос. Может быть, в чем-то стало, а в чем-то и нет. Поэтому были, как бы, редуцированы, упрощены все виды человеческой деятельности. А образы, которым пользуются просветители, омерзительны по своей сути. Поэтому Адорн и Хоргхаймер, написавшие гениальную книгу XX века «Диалектик просвещений», показавшие, что именно проект просвещения привел к Освенциму, вот, это прямое его следствие, я думаю, абсолютно правы, я с ними абсолютно согласен. То есть, каким образом пользуются просветители? Мир – это машина, Вселенная – это машина, Человек – это машина. Это машина, которая существует в расколдованном мире. В силу этого, да, в силу этого мы стали жить в какой-то удивительно убогой Вселенной. Бог – это часовщик, да, он завел часы и ушел. И дальше вот эти механизированные существа, которые по привычке некоторые называли людьми, начали действовать во славу машинного разума. Я думаю, что многие из вас узнают нашу эпоху, да, с ее каким-то бескрылым, совершенно односторонним технократизмом, вот, где обрезано вообще все остальное. Обрезано все остальное. От религии обрезали все самое таинственное, сакральное, вот, мистическое, следование культам. Вот, античность, из античности был выбран, конечно, Рим, как наиболее дидактичный, вот, в свою очередь упростивший Грецию, да. А это был век абсолютного материализма, да, и наступление этого материализма по всем фронтам. Это мир, когда было провоглашено равенство между людьми, но равенство рабов, вот, которые должны освободить себя в процессе социальных революций, но от этого не потерять свое тождество. То есть одинаковые люди. Это была мечта просветить искусство, одинаковые люди. Народ был объявлен убогим, вот, забитым, народные верования, народные книги, песни, ритуалы, все это было пережитком какой-то архаики, какой-то бесконечно глупой, тупой старины, да. Ну, как вы сразу понимаете, это, вот, романтики действовали прямо противоположным способом. Братья Гримм собрали сказки немецкие, народные. В России Даль, который, значит, имел тоже пристрастие к романтическим идеям, вот, создал слова русского языка, это могло интересовать в основном, конечно же, романтиков. Вот, почему и как, может быть, мы об этом и поговорим. И, понимаете, как сказать, отсюда, если не считать йенского раннего романтизма, такой трагический взгляд этих людей на вещи. То есть, они жили в эпоху, которую они предполагали абсолютно мертвой. Абсолютно мертвой. И под вот этим гнетом мертвой жизни, где человеческие существа почти лишены свободы, у них нет даже свободы повернуться по-своему, вот, протянуть руку по-своему. А не говоря уже о более сложных вещах, они хотели заново открыть силу жизни, да, единство самой жизни, как они любили говорить. И происходило это, ну, не только благодаря вот этим гениальным озарениям Навалеса, да, или Фридриха Шлегеля, или Шеллинга, или Шлиермахера, но происходило это так, как произошло с Клейстом. С Клейстом это произошло вопреки всему. То есть, есть такое ощущение, что Клейст был человеком, который вообще не хотел быть романтиком, вот, это произошло помимо его воли, помимо его воли. Но когда происходила вот эта гигантская ломка, да, этот человек действительно пережил гигантскую ломку и обладал особым складом души, очень родственным Марине Ивановне Цветаевой, помните, да, значит, это высказывание о том, что Цветаева всегда начинает с верхнего до, вот у Клейста все абсолютно то же самое. Абсолютно все то же самое, это всегда существование и письмо на каком-то пике вообще человеческих возможностей. Там дальше уже некуда совершенно. И весьма забавно, конечно, начало всей этой истории. А начало всей этой истории заключается в том, что, конечно, Клейст томился. Он был никаким не военным, хотя его военные дела очень интересовали. Он был, наверное, таким единственным из всех романтиков. Он ненавидел Наполеона лично, вот, ненавидел его люто. Эта ненависть превратилась практически в душевную болезнь. А особенно ему было противно то, что Германия начинает подражать Наполеону. Потому что за Наполеоном успех. Но Клейст видел это другое. Он видел какую-то гигантскую, он все видел в очертаниях гигантских, гигантскую беспринципность Наполеона, его готовность прикрыться любой идеологией. А на самом деле, вот, грубое, абсолютное, вульгарное торжество силы. И, собственно говоря, это его не устраивало. Но поскольку у Наполеона был успех, разгромленная им многократно Пруссия хотела бы быть такой же. А Клейсту этого не хотелось. Клейсту этого не хотелось. Действительно, образ жизни этого человека Стефан Цвейк в своей, значит, очерке о Клейсте на нескольких страницах описывает, как он бежит из одного города в другой. И это человек, который все время странствует. Настоящий дом его – это карета. Да, в лучшем случае. Он уходит из армии. Да, он все время стремится вступить в какую-то еще армию. Потом бросает, куда-то удаляется, пропадает на несколько месяцев, снова появляется. Есть потрясающая сцена, где Клейст с несколькими стихотворениями в кармане переходит, значит, поле боя. Австрийские войска сражаются с наполеонской армией. Безоружный Клейст со стихами в кармане идет сквозь это поле. Идет сквозь это поле. Не знаю, зачем. Никто не понимает, чего он ищет. И вот это, увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит, это, конечно, не только про Михаила Юрьевича Лермонтова, это и про Генрих фон Клейста. Кстати говоря, есть исследования, которые намекают, подозревают, что фабула Дубровского не то, чтобы заимствована, а находится под глубочайшим влиянием Генрих фон Клейста. Сами немцы, немецкие философы, немецкие культурологи, немецкие поэты, писатели в последующей поры считают, что если бы не Клейст, Достоевский никогда не был бы прочитан, так как он был прочитан немцами. Потому что Клейст подготовил немцев к чтению Достоевского. Тот же невероятный хаос и тьма чувств, та же интенсивность, то же ощущение, что все происходит над какой-то бездной, над какой-то бездной, и сейчас все туда рухнет. Все туда рухнет. Клейст одержимо носился по Европе, не находя нигде покоя. Примерно так же одержимо Бетховен менял квартал. Ну посмотрите, да, что такое человек. В некотором смысле ноль. Абсолютный творческий ноль. Потому что весь окутан потребностями, действительно не есть не может. Если его холод застанет в пути, надо будет прятаться. У нас вон ветерочек еле-еле, он все стонут, все пять человек, что здесь сидят. Вот эта немыслимая толпа народу страдает, и многие там за окном. живет, повинуясь, каким-то силам, которые как-то организуют его жизнь. И одновременно искра божественного есть. Но только искра. Только искра. Кроме этого, гностики еще говорили, что еще попробуй ту искру отыщи. Она, конечно, есть. Ну попробуй, найди. Огромное количество людей так и не подозревает, что она есть. Более того, многие просто не отличают света от тьмы. И принимают тьму за искру. Это, как знаете, сейчас вот есть такой сериал, выпустил театральный режиссер Владимир Мерзоев в ТОПе. Ну по-своему забавно, что-то получилось, что-то не получилось. Но и там люди приезжают и, конечно, ждут чудес. Там один из персонажей говорят, кто что, всерьез думает, что чудеса один бог создает. Для них это открытие. Они всегда считали, что где чудеса, там бог. Романтики не были такими наивными людьми. Скажем сразу, как герои фильма ТОПе. И, понимаете, вот поразительность совершенно. Он в себе изначально чувствует вот этот, да, губительный избыток. Вот, понимаете, вот это слово сочетание. Губительный избыток. Опять. Мы ведь привыкли об избытке, как думать. Ну, исключительно в каких-то позитивных терминах. Избыток сил, избыток жизни, избыток любви, избыток денег. Да. Все нам приятно. Вот все, что я сказал, все приятно. Это было главное страдание Клеста. Почему? Потому что нас никто никогда не учит думать. в силу этого мы доживаем иногда до старости. Ну, и туда-куда-то доживаем, откуда уже не возвращаются. При этом как-то совершенно не понимая, да, что ничто на свете не является благом. Только. Что избыток может быть проклятием. Что вам может быть дан такой избыток любви, что будет это будет катастрофа. Вы никому с этим избытком не нужны будете. Потому что все захотят, скажут, дай поменьше, а? Ты что это, ну, твоя любовь меня просто убивает. дай поменьше, ты можешь поменьше любить как-то? А вы не можете. А вы не можете. И тогда то, что мы считаем благом, да, стать причиной колоссальной катастрофы. Или там избыток денег. Да кто же не хотел бы? Боже мой, я вижу, как горько вы на меня смотрите. Да, да. Нет даже недостатка. Я с вами согласен. Даже недостатка денег нет. Вот, так чтобы сказать, денег не хватает. Это гордо. Это гордо. Это значит, они и есть, но их не хватает. Вот. Я не знаю, как определить вот это наше имущественное состояние в целом, жители бывшей империи. вот, вот так вот это все красиво, да, избыток, да, и что делать с ним? Он может превратиться в катастрофу, да, он может привязать вас, вот, он может разрушить вашу жизнь, вы можете тратить деньги так, что вы искалечите все и всех вокруг себя. Березовский. Вот. Ну, не обязательно Березовский. Вот. Я сейчас даже простых людей имею в виду. Дайте не будем в лекции о романтизме упоминать такие фамилии. Вот. Вот кто-то придет, вот пригласят просветительские лекции, я иду их капитализм вам читать. Вот вам Березовский будет и все остальные. Давайте не будем здесь. Вот. Все-таки эти забытые имена, Наполеон, там, значит, Клейст и так далее. Ну, как-то. Вот. Понимаете, или у вас избыток ума и что? Ведь хорошо, если в городе живет хотя бы еще один с избытком. А если вы с избытком, а все остальные с недостатком. Вот. Понимаете? Вы все видите наперед, все понимаете. Вокруг у вас дети, слепцы, они вообще ничего не понимают. Они сосчитать два и два не могут. Они не понимают, как вот из ясной картинки вырастает их будущее. И будущее, ну, нашей страны. И вы ходите, вы все знаете, но поделиться не можете, потому что вас считают дебилом, вас как раз считают идиотом. Как раз человеком, у которого ума маловато. Собственно говоря, я Александра Андреевича Чацкого-то, по-моему, сумасшедшим признали-то, да, за то, что он все время глупо и тупо демонстрировал свой ум. Кстати, Пушкин не зря сомневался в том, так ли уж умен Чацкий, но это отдельная проблема. Вот. И что? Понимаете? Теперь представьте все сразу и вы поймете, что такое клейст. Когда у вас избыток любви, избыток ума, избыток страстей, избыток мнительности, избыток меланхолии и все на вы... И вот, вот, вот. И тогда по-другому. Тогда как-то мы к Михаилу Юрьевичу Лермонтову мягче, возможно, отнесемся, потому что мы-то уверены, что он был, что называется, хозяином самого себя. Понимаете? Это чудесная, прекрасная просветительская концепция, потому что разум сделает нас хозяевами самих себя. Только почему так мир хаотично развивается? Я никак не могу понять. Все хозяева местали самих себя и, знаете, мир превратился в бордель. Вот, абсолютно. При таком хозяйствовании, вот таком. Понимаете, для поэта-романтика все значительно сложнее. Он... Вот стать хозяином самого себя не так-то просто. Когда у вас избыток. Когда у вас сплошной избыток, да? Есть вещи, которые уравновешивают друг друга. Вот теперь представьте, у Клейста был избыток страстей невероятный. Ну, пентесилей, если прочитаете, вы все поймете. Вам ничего объяснять не надо будет. Софокл не добирался до такого уровня трагизма. И избыток воли. То есть, с одной стороны, невероятная воля, невероятная. Этот план, о котором я расскажу, который до сих пор потрясает Европу, как он 10 лет осуществлял план смерти. с железной волей. Всем предложил. Всем женщинам предложил. Всем друзьям предложил. Они от него бежали в ужасе совершенно. Но чем все это закончилось? Потому что это закончилось примерно как фильм «Рассекай волны». Вот. Закончилось каким-то невероятным триумфом. Понимаете? И как быть? Вы все можете. Да вы этого Наполеона. Вы ничего не можете. Потому что эти страсти, они увлекают вас. И что видно с крайней точки страстей? Цветаев считал, что там-то как раз и виден человек и одновременно не человек. «Другой берег». Ну вот борьба клеиста с самим собой обычно описывается в близких конечно Михаилу Юрьевичу Лермонтову терминах. Да? Как борьба с демоном. Борьба с демоном, который гонит его по Европе, который гонит его из города в город, который заставляет его строить невероятные планы, которые столь же невероятно разрушаются. И все его произведения такие. Понимаете? Ну первый план у него был прекрасный. Прекрасный. Такой план примерно есть в сниженном, редуцированном, немного парадийном виде и у каждой состоятельной семьи в России. Ну насчет детей. Я сейчас объясню. то есть в 20 лет он пытается уйти в отставку, вот, уходит. Разумеется, это предполагает разрыв семьей, вот, потому что это давняя традиция, вся семья, вот, все мужчины в роду защищали часть отчизны, и тут вдруг появился какой-то отпрыск, который не хочет. который не хочет, которому, сказать, противно, который хочет вообще непонятно чего. И для того, чтобы каким-то образом гармонизировать себя, просто жить, да, просто жить, он понимает, что нужен план жизнеустройства, да, что так разорвет, да, он прекрасно понимает самого себя еще в юности, что его растаскивает на части, и это только мечта, да, о каком-то равновесии, о каком-то покое, о какой-то мятежной просит бури, как будто в буре есть покой, мы вот, понимаете, всегда очень оптимистично в школе принято об этом говорить, это трагическое страшное стихотворение, вот, но мы привыкли его читать так, а он мятежный просит бури, как будто в буре есть покой, ну, вы позапросите бури в своей жизни, и посмотрим, соответствует ли вот этот пошлый тон, которым я сейчас прочитал, тому, что вы получите, а вы можете ее и получить, запросите, кто же мешает ваша жизнь, нет, там все не так, у Лермонтова однозначно, у романтиков вообще нет ничего однозначного, ничего, иначе они были просветителями, иначе они были просветителями, и жизнь была бы куда более счастливой, то есть план, первый план клейсток, просветительский план, надо образовать себя, надо пойти учиться, потому как написал Цвейк, замечательно, что это план абсолютно немецкий, то есть как немцы пытаются справиться с хаосом, учиться, учиться, учиться и учиться, как говорил еще один представитель немного немецкой крови Владимир Ильич Ульянов, он недаром назвал учиться, ну вот, это учиться, надо себя, надо гору образования, гору образования, надо читать, надо изучать все, надо изучать естественно научные дисциплины, надо изучать философию, надо изучать поэзию, надо все изучить, и оно само, потому что учение свет, оно само как-то гармонизирует себя, это просветительский план, примерно так мы поступаем иногда по отношению к детям, потому что дети, существа непокорные, ну вот, ничего не понимают, их тоже раздирают противоречивые страсти, мы им говорим учиться, учиться, понимая, что учеба это что-то вроде карательной какой-то команды, которая тут же приведет их в действие, как только они прочитают Канта, им будет лучше, Кант, кстати, забежим вперед и испортил жизнь к листу, но об этом чуть позже, кстати говоря, год своей жизни он прожил в Кенигсберге, вот, мне очень интересно ныне в Ленинграде, есть ли там хоть одна доска, он там написал амфитрион, о котором я еще обязательно буду говорить, это гениальное произведение, вот, искусство, был такой период в жизни Генриха фон Клейста, да, и вот он тоже, вот учиться, учиться, надо учиться, вот, и он все, с невероятным, да, вот этой волей, да, избытком воли, немецким педантизмом, да, вот этим, я бы сказал, просветительским энтузиазмом, который, разумеется, в этой душе приобретал дикие, извращенные формы, потому что ни один просветитель так учиться, конечно, не может, потому что это безумие почти, ну, то есть, Клейст все доводил до безумия, все доводил до безумия, и это должно было спасти, и это должно было помочь, вот, и тут я вспоминаю, замечательный, конечно, очень любимый слушатель моих лекций, они не пишут об этом, но это лишь доказывает то, что это любимый фильм, вот, потому что именно любимым молчат, правда, вы же не будете трубить о своей любви на всех углах, вы умалчиваете, именно поэтому я знаю, что наша аудитория любит многих философов, вот, многих тайных художников и явных, но умалчивают, особенно в Самаре, городе искусств, я бы сказал, городе искусств, вот, это вам не Веймар какой-нибудь, вот, ну, пойдем дальше, а, персону я имел в виду, Энгора Бергмана, персону, да, вот эти две женщины, медсестра Альмы, актрисы Элизабет Фоглер, одна замолчала на сцене, да, вторая за ней ухаживает, и там есть замечательный момент в фильме, когда сестра Альма, она ночью исповедуется, молчаливый Элизабет Фоглер, и она ей говорит, а, как это по-человечески звучит, она говорит, я считаю, что вот, ну, она говорит, например, кого-то из родственников, которые так и доработали, в госпитале, работали до конца, есть какое-то, какое-то, какое-то удивительное, вот это свойство быть последователем, да, вот, доработать в одной профессии, быть верным ей, и она говорит, ну, я считаю, что вот, если вот, надо придерживаться какой-то линии, придерживаться до конца, и тогда все будет хорошо, уже утром, утром, она повезет письмо Элизабет Фоглер и прочитать его, и дальше сестру Альму будет ждать абсолютное разложение личности, да, полное слияние с Элизабет Фоглер, крушение всего, всех планов, крушение самой персоны, и крушение всего, так сказать, социального в ней, а в некотором смысле и человеческого, то, что она бы назвала человеческим еще за день до этого, конечно, сильно, страшно, правда, вот так только выскажу, что надо держаться вот этой линией, сейчас, все, вот, и на следующий день тебе скажут, да ты что, да нет, серьезно, ну, сейчас просто письмо прочитаешь, вот, и посмотрим, как будешь держаться до конца жизни этой линии, ну-ка, ну, почитай письмо-то, и все, и выяснится, что ничего она держаться не может, что держаться ей не за что, абсолютно, что она погружена в полный хаос, вот сколько раз этот сюжет повторялся, да, в скольких человеческих жизней, и с гениями, разумеется, тоже, и Клейст трудится, старается, образовывается, муштрует себя, ты знаешь, он ушел из армии и по-армейски муштрует себя на Ниве образования, абсолютно немецкий подход, потому что оно само как-то там, само, это же ценности, понимаете, и главное больше съесть, вот, и они сами потом как-то потом, сами как-то раз и привели к добродетели, абсолютно просветительский подход, да, когда Клейст потом будет спорить, а или не Клейст, Клейст, по-моему, с просветителями, он будет говорить, вот, смотрите, какая удивительная у вас точка зрения, ребят, вы считаете, что сначала было дикое общество, да, дикие люди, а потом какой-то свет пролился над ними, они узнали, что такой добродетель, а они стали каким-то сознательным обществом, и потом они двинулись еще выше, а они наоборот, ли было, вот у греков, например, вот, невероятный взлет, а потом какое-то падение, 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 вы не очень себе все прямолинейно придумали, спрашивали они про светителей, да, вот этот планомерный путь о дикости, культуре и цивилизованности, главное читать, ходить в библиотеку, слушать лекции Бондаренко по средам, а они очень просвещают, вот, мне когда пишут, спасибо вам за просвещение и за вашу просветительскую деятельность, да я меньше всего на свете хочу вас просветить, между прочим, вот, потому что я не верю в силу просвещения, вот, но в то же время мне хотелось бы, чтобы люди получали хорошее образование, во мне тоже есть противоречия, вот эти, как и в клести, но надеюсь, что не в такой степени, и дальше он с его пылкой натуры, да, читает у Канта, он добрался до Канта, и он читает, там примерно такая мысль, она очень простая, вы все ее знаете, возможно в том, что мы считаем истиной и является истиной, но может быть и нет, и его раскалывает это, просто раскалывает, потому, а что тогда-то, он же оказывается неявно все время подозревал, что это поход за истиной, ну, как, собственно, это и должно было быть механизированные вселенные просветители, они, собственно, за ней и шли, мы до сих пор идем за ней, но если это, возможно, не истина, и то, чего мы достигнем в итоге, возможно, это тоже не она, в мире, где мы не можем истину отличить от неистины, чего ради тогда, и у него огромное разочарование, грандиозное, клейстовское разочарование, и совершенно другую область, совершенно другую, мы тоже просветительскую, да, то есть, я имею в виду руссоизм, он думает, так, короче говоря, значит, если не ум, то тупость, надо выбрать тупой образ жизни, ну гений, ну чего вы хотите, вот, гений с его истовостью, готов войти во что угодно, понимаете, в глупость, в тупость, открыть там бездну жизни, вот, бесконечность и так далее, просто он еще не знает, что он гений, он еще, так сказать, не попробовал, он еще не писатель, он просто думает, ну все, все, в деревню, в деревню, хорош с библиотеками, все это в деревню, стану агрономом, буду охотиться на сусликов, буду выращивать какие-нибудь культуры овощные, вот, будет чудо, и вот там на луне природы, среди, значит, кабачков, у сусликов, там, там откроется, это опять, это в нем еще, это в нем еще говорит, так сказать, просветитель, да, ну то есть, это опять вот это наше, у нас всегда говорит вот эпоха просвещения, когда мы так думаем, надо просто купить домик в деревню, особенно это неплохо, вот когда это такие люди, как я, которые гвоздь трудом вбивают после двухсуточных усилий в стену, они вдруг озабочены, ну, такие, купить домик в деревню, завести скотину, корову, вот, корову, обнимать ее, там, ну, как Есенин писал, да, целовать коров, вот, вот это жизнь, да, все, домик в деревне, первая же бабутка в 5 утра охлаждает эту любовь довольно сильно, довольно сильно, не все приспособлены к тому, чтобы иметь домик в деревне, вот, и ухаживать за ним, вот, это требует огромного, так сказать, труда, вот, и особенного дара, да, но Клейст, он же, да, это, он не знает границ собственных, понимаете? Попробовал? А? Он попробовал даже. Да, и его персонажи потом не будут знать эти границ. Конечно, он поехал, начал трудиться, вот, он начал трудиться, вообще меньше интеллектуального, меньше интеллектуального, Руссо прав, в конце концов, вот где тайна, вот, да, надо слиться с природным началом жизни. Здесь он немножко уже начинает рассуждать романтически, но еще не понимает про это, да, потому что он еще не понимает, что будет, когда он сольется. Вот, вот, это же опять на уровне слов красиво, слиться с природой. Вы видели тех, кто слился? Просто слиться. Я не видел, они исчезают куда-то, вот эти слившиеся с природой. Я только слышал всегда желание, поеду слиться с природой. Где потом человек, неизвестно, с кем он там слился, с какими дриадами, нимфами, понимаете, с какими лесными духами, что с ним стало, неизвестно. Слился. Слился. Да, как мы говорим, да, мы друг другу упрекаем, да ты слил все, ну вот, в смысле, как в унитаз слил, вот все, все, чудо, которое я тебе предлагаю, потому что мы всегда предлагаем, это известно, это закон жизни, мы всегда предлагаем другим чудо, а они это сливают в унитаз. Ну вот, ну, кстати, говорит, что-то в этом есть. Ну, пойдем дальше. Пойдем дальше. И вот здесь, как-то я уже не помню этот переход, этот буйный, удивительный человек пишет первую свою драму семейства Шорфенштейн, и оказывается, что вот за этими метаниями где-то, где-то в глубине живет какой-то дух, который больше него, который больше него, и который мыслит, в общем-то, о жизни сурового, ему все женщины будут говорить, он был суровость, он был суровость, что имеется в виду суровость, суровость, какой-то такой, потому что это пьеса, два семейства, значит, есть спорные владения, они будут принадлежать тому семейству, чья линия мужская будет длиннее. Понимаете, да? То есть у тех нет сыновей, достается этим. Хороший конфликт. Ну и, естественно, все вокруг начинают подстраивать прекращение рода по мужской линии. у одних и у других. И там начинают вдруг кипеть какие-то такие страсти, которые, ну, были совершенно непонятны на современникам. там клейст открывает для нас вот эту потрясающую демонизм материальную. Ну, то есть действительно, действительно, и поскольку романтики, я в своей лекции романтизма про это говорил, они в том числе открыли детское детство для человечества, потому что его не было, а оно было просветительским, то есть дети — это маленькие взрослые, старички, вот, такие старички, очень ученые, очень воспитанные, механизированные, они открыли детей игру, да, игру. Детские игры, да, это какой-то восторг, да, это восторг. Почему? Потому что, опять же, когда есть игра, она чем от работы отличается? В игре есть избыток. За это мы и любим детство. Пришел домой, бросил портфель, пошел играть в футбол. Откуда силы взялись? Умирал сейчас, шестой урок, вообще еле досидел просто, падал несколько раз, тебя поднимали, уже нет сил, все, все, весь переполнен знаниями, просто весь, вот, последний урок по химии просто доконал, бензольные кольца тебя, вот, все придавили, пришел, приполз домой, приполз, что-то съел немножко, так встал, вдруг видишь, футбол играют, откуда вообще все это, и потом три часа бегал, вот, относился от воротов к воротам, забил 14 голов, 18 пропустил, в общем, пришел усталый, довольный, вот, и как только вспомнил, что надо про бензольные кольца читать, опять усталость такая, накатила, тяжелейшая какая-то, вот, тяжелейшая усталость, и подумал, садомики в деревне, о том, чтобы уйти, вот, из этой ситуации всеобщего, среднего образования, откуда берутся силы, этот избыток, да, он дается игрой, он дается игрой, и поэтому, да, романтическое мироощущение, оно очень связано с этими понятиями, да, детством и игрой, и кольтом дружбы, кольтом дружбы, да, потому что, здесь открывается какая-то удивительная тайна, эта тайна, оказывается, люди близки друг к другу, и они могут быть так близки друг к другу, что они могут общаться молча, понимать друг друга с полувзгляда, и кому-то пришла в голову какая-то шутка, а второй уже смеется, вот, с другом можно делиться, и так далее, но вот клейст уже, это совершенно другая сторона романтического мироощущения, он понимает, что к отношениям людей примешалась некая третья сила, очень мощная, и он склонен ее понимать, это клейст, да, как силу нечеловеческую, это материальные ценности, земля ли это, золото ли это, деньги ли это, дома ли это, и все вдруг начинает извращаться, да, уже не достучишься до чужого сердца, до другого сердца, да, оно воистину становится чужим, а вот, все как бы, да, неузнаваемо отчуждено, да, а всего-то, всего-то, вот этот любимый и просветительный вопрос о собственности, но оказывается, он отделяет людей друг от друга, а вы не знали, да, вот, вы, наверное, каждый день звоните Роману Абрамовичу, так что просто обменяться мысленно, вот, а ситуация в английской футбольной лиге, он обычно всегда берет трубку, потому что, конечно, нет никакой кастовости, клановости, конечно, люди не разделены своим имуществом и не разделены предельно, но мы все это знаем, но клейст открывает это как силу демоническую, то есть, да, есть какой-то злобный демон, да, вопрос о материальном вдруг начинает ставиться в такую плоскость, что человек, оказывается, находится в плену, он раб объекта, объект поработил его, и чтобы не было этим объектом, да, земля, собственность, что угодно, оказывается, свободы-то нет, ее оказывается, вообще нет, да, вообще нет, и непонятно, как все так случилось, как это все организовалось, но уже у всех какая-то собственность, уже у всех что-то свое, а у кого-то нет, вот, и как-то уже неловко, и неудобно, вот, есть деньги, человек учится, нет денег, не учится, есть деньги, поедет куда-то в Париж, нет денег, не поедет уже в Париж, одни из Парижа, те, кто не вылазит из Парижа, пишут тем, кто не вылазит из Пухвестнева, мол, хорошо, в Париже, что не едете, вот, что не едете, люди из Пухвестнева не знают, как заплатить за квартиру, конечно, мечтают о Париже, говорят, что, ну, да просто устали от поездок, вот, недавно были в Отрадном, так утомились, вот, дорога отняла все силы, а так вообще еще немного, и в Париж, вот это разделение, да, разделение, ограничение, и поймите, да, что, вот, все это воспринимает дух, который все воспринимает, да, в своих крайних, гротескных формах, гротескных формах, а для романтиков, да, гротеск это, ну, особый вид художественной деятельности, потому что, гротеск это попытка, некое усмешение красоты и зла, да, Гюгоб напишет, в стране другой, вот, значит, работу о гротеске, да, и гротеск открывает какую-то странную область жизни, и, вот, уже это первое, да, его произведение, считается, что оно раннее, что оно неумелое, но оно вот открывает вот это, вот, так сказать, открывает эту, да, невероятную, ослепительную и страшную вселенную, в которой живут герои Клейстер. обычно они идут до конца, вот, обычно с вами походят до конца за своей страстью, они пробуждают некие колоссальные силы противоборства, на обычную, обычно все кончается плохо, но, да, Клейстер, после того, как план стать сельским жителем, жить на лоне природы, воплотить руссоистский идеал, вот, читать стихи коровам, как-то, 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 рухнул, вдруг понимает, что, когда он писал свою первую драму, он испытал, если не облегчение некое, то какой-то вот, вот, какой-то внутренний демон немного успокоился, и тогда он строит следующий план, стать великим драматургом, он и стал, да, он и стал, и написать трагедию, которая бы превзошла все, Шекспира, Софокла, Эсхила, не говоря уже о Корнеле Сарасинове, все, называться она должна была Робер Гискар, от нее остался небольшой фрагмент, который он опубликовал, он в одном из писем напишет, что полторы тысячи ночей, полторы тысячи, вот, он ее переписывает до бесконечности, он иногда взмывает просто к небесам, потому что он чувствует, что вот он схватил, ухватил, иногда он чувствует, что сил не хватает, это он в полном отчаянии, да, в конце концов, он ее уничтожает. Остался один фрагмент. Так рухнул еще один план Генриха фон Клиста. Но что в этом фрагменте? Есть, да, полководец, Робер Гискар, который штурмует врата царьграда, врата Византии. И он уже у врата. Ну, то есть, вот цель. Это цель всей его жизни. Ему, да, вопрос ставится, да, в крайней, абсолютно плоскости. Либо взять царьград, либо погибнуть. Но тут чума. Тут чума, войско разложено, вот, бунтуют, они хотят, хотят дезертировать. И остался фрагмент, где чума добирается уже до самого Робера Гискара. И это замечает только его дочь. И вот он с огромным трудом, изображая бодрость и веселость, выходит к воину и объясняет им, что вот-вот возьмем, немного надо, а сам уже умирает внутри, гниет, леет. Чума уже поселилась в нем. И это... Видит, у меня была чудесная цитата, но хорошо бы, конечно, ее, может быть, найду еще. Вот. Романтики ищут чудесного, клейст чудовищного. Это хорошо сказано. Вот. Вот двухсотлетие такого человека Германия празднула 10 лет назад. Невероятно. Но для... Для клейста, да, вот в этом эпизоде, когда человек, умирающий, съедаемый чумой, собирается поднять этих солдат, которым все надоело, им не что не ценное, а они готовы бежать назад, поднять на этот штурм, бесполезный, да, бессмысленный, но единственно возможный в этой ситуации, потому что, да, у клейста ставкой всегда являются сами персонажи, только они сами, да, открывает, открывает видение каких-то странных сил, да, которые обычно не видны, которые, да, обычно скрываются, и которые приводят человека в какой-то странный, страшный, безумный тупик, да, и которые ведут его туда, и что же это за силы, и клейст, конечно, здесь о самом себе рассуждает, потому что его так же эта сила куда-то все время толкает, да, и он нигде не находит никакого успокоения, да, он нигде не находит никакой точки опоры, точки покоя, и клейст совершает целый ряд драматургических открытий, которые будут востребованы последующими двумя столетиями, а его пьесы были, ну, понимаете, как сказать, для современников чересчур, рваные, как рваная композиция, очень много жестов, очень много жестов, много пантомимы, да, и тут он идет за Дидро, который написал целую работу о пантомиме, показывает, что только в пантомиме человек виден, как человек, слово все прячет, слово обманывает, да, только пантомима, а клейст открывает искусство какого-то подтекста особенного, причем это подтекст действительно особенный, это не подтекст Чехова, это не подтекст Хемингуэя, да, подтекст, это некая жизнь, которая возникает между словами, и это жизнь, которой те, кто произносят слова, не владеют. Известный филолог, Наум Яковлевич Берковский, написавший книгу о романтизме, называл это «яд подтекста», яд, яд, да, и у него меняется вся функция слова, да, эти пьесы очень необычны, почему, потому что люди говорят полностью поглощенные сами собой, а они не говорят ни для другого, вообще цели такой нет, говорить с другим, чтобы было содержание, да, чтобы мы поняли друг друга, чтобы в результате этого разговора, диалога что-то родилось, цель другая, овладеть другим, овладеть другим, владеть им, так же, как Гискар хочет владеть Царьградом, и одновременно ужас перед тем, что вот это все в тебе, это все человеческое, что на самом деле ты хочешь владеть людьми, а не говорить с людьми, что на самом деле действительно в тебе уже поселился, да, такой демонизм объекта, то есть превращение всех в объекты, других в объекты, потому что завоевывают объект, да, потому что если другой субъект, то ты не пойдешь его завоевывать, что ты там можешь завоевывать, вот, ты беззащитен в этом смысле, но если он объект, то конечно, то конечно, и вот здесь клейт выступает, конечно, уже как такой пророк, но это же наша эпоха, это же наша эпоха, я каждый день где-то вылавливаю какие-то объявления, мне рассказывают, что надо пойти в такую театральную студию, в какие-то курсы рекламы, и мы научимся владеть аудиторией, вам зачем владеть аудиторией, что это за майорат такой, что это за земельная собственность, зачем мы захотели владеть ею, у нас же других слов даже нет, то есть мы не пользуемся другими словами, для нас адекватное слово владеть, владеть, не вызвать отклик, не создать диалог, не создать творческое пространство, в котором каждый из нас нашел бы себя, нет, владеть надо, Валерий меня говорит, вы научите меня владеть аудиторией, я хочу владеть, друзья мои, страсть к работорговле, к рабовладению, к тому, чтобы обзавестись каким-то количеством своих душ, понимаете, а социальные сети, нет, что ж какое-то удивительное, все копят души, копят души, еще одна душа лайкнула, у меня душ побольше, вот, посмотрим на соседнюю сторону, у этого душа еще больше, вот, какие-то, это чичковщина какая-то, вот, сплошная, вот он это открывает, да, он это открывает, и одновременно развоплощает, потому что это та самая реальность, с которой, да, он имеет дело, это то, что устоялось, вот, поэтому в диалоге, когда они хотят владеть другим, но и сами пугаются, и не в состоянии признаться себе, и тогда и обнаруживается вот этот подтекст, да, потому что там в этом подтексте, там какие-то, у Клейстов всегда страшные силы, вот, невероятные, где человек ничто, абсолютно, ничто, вот, потому что за этим его желанием владеть стоят духи, стоит демоническое начало, кто ты вообще, что тобой давно владеют, как только ты захотел кем-то владеть, тобой уже овладели, вот, но это-то и страшно, а кто, откуда такая сила узла, и вот Клейст, да, лихорадочную, в этой жизни короткой, да, части, из которой он просто бегает из страны в страну, вот, то собирается идти на Наполеона, то уходит из армии, бродит среди французских войск, то есть, прусский офицер, бродит там, не находит себе какого-то места, вот, и, конечно, следующий его ход, как раз, кенигсбергский, это амфитрион, и это абсолютно шедевр, понимаете, в чем разница, вот смотрите, да, Мольер, человек предыдущей эпохи, да, вот у него был знаменитый скупец, который стал притчей во языцах, именем нарицательным, Гарпагом, да, но он смешной, он смешной, там нет никакого демонизма, вот, он просто скупец, у Клейста, когда две семьи начинают биться за земельные угодья, это страшно, это страшно, это страшно из купцы, да, это страшно из купцы, они не просто деньги собирают, это земельные владения, они собирают какую-то, это какая-то армия зла, да, в изображении Клейста, это чудовищно, да, это страшно, и вот в этом отличие, понимаете, и, конечно, Клейст с его драматическими эффектами, которые переходят в трагические, ведь Гёте сказал потрясающую вещь, Гёте, возможно, мы не знаем, возможно, как раз под влиянием Клейста, и он дал вот это целосочетание, смятение чувств, для него это было чересчур, это чересчур, да, «Страдание юного вертера» тоже ничего себе книга, да и «Фаусти» есть какие-то какие-то, вот, но это чересчур, у Клейста такое смятение чувств, да, его вот это сильное, да, гармонизирующее начало, идущее из другой эпохи, оно тут совершенно, потом, понимаете, было несколько столетий, когда жить надо было радостно, вот, оптимистично, мы наконец открыли разум, он откроет нам все дороги, мы все изучим, мы заберем все у природы, вот, мы заберем все друг у друга, то, что не забрали, мы оставим всем остальным, вот, а потом еще раз заберем, мы, оптимизм огромный, огромный оптимизм, наконец-то, вот, Мы наконец-то додумались, как жить. Люди же не знали, как надо жить. Наступает эпоха, когда все знают, как надо жить. А вместе с романтизмом, особенно с поздним, и он уже не исчезнет, приходит вот это ощущение того, что все, мировая ночь. Мировая ночь наступила, как это скажет Хайдеггер, спустя сто лет. И все чудеса бывают только в темноте. Это погружение во мрак. Поэт, стремись к темноте. Это скажет еще просветитель Дени Дидро. Но самый лучший, потому что самый противоречивый, сомневающийся из всей этой команды. И, кстати, лучшие книги именно он написал. Поэт, стремись к темноте. И для Гёте, умершего со словами больше света, вы представьте себе вот это погружение на темную сторону жизни. Он, более того, потому что чуть позже же-то надо будет на несколько слов сказать про Пентасилеев. Он ведь, когда ему кто-то предложил написать трагедию, я не помню, где это, может быть, в разговоре с Эккерманом, или еще где-то, Гёте сказал. Я не помню, какие слова он подобрал. Смысл такой. Я бы не справился. И в том случае, что не смог бы написать, я бы не осилил. Это бы меня разрушило. Это Гёте. Образец всего и вся. Понимаете? У Клейста выбора не было. Вот это вот другая история. Вот этим он близок к цветам. Здесь выбора нет. Здесь выбора нет. Это Гёте может посмотреть с высоты птичьего полета. Нет, это меня бы разрушило. Разрушило. Вот он. Это бы меня разрушило. Клейста просто бросала. Его брала какая-то сила и швыряла туда. Просто швыряла. А в силу того, что этот человек был из одних избыточных форм жизни состоял, он сквозь этот огромный, максималистский, избыточный механизм этот мир пропускал. Так же, как и Марина Ивановна Цветаева. И в результате появились ошеломительные произведения искусства, ошеломительные, которые одновременно немного пугают. Немного пугают. И вот амфитрион. У Мольера есть такая пьеса, у Плавта есть такая пьеса. Сюжет известен. Что из этого делает? Эта пьеса восхитила Томаса Манна, Великого. Он всю жизнь восхищался этим произведением. Но просто вы послушаете, как он сделал. Это очень изящно. Дело в том, что у романтиков есть представление о мире все-таки как о тотальном субъекте. Целостность жизни это самое важное. И вот эта целостность для них это личность. То есть весь мир, весь мир, мироздание, мироздание, все люди, травы, камни, облака, галактики, это единая личность, это некий тотальный субъект. Но только тогда интересно. Потому что только тогда все живое. Это тотальный субъект, это некая универсальная личность, а она состоится из огромного количества других личностей, которые отражаются в этом тотальном субъекте, открывают разные его стороны. его в амфитрионе воплощает Юпитер. Воплощает Юпитер. У амфитриона есть жена Аукмена, по-моему, ее зовут. Да? И Юпитер влюбляется. Бог влюбляется в простую смерть. Вот вам, пожалуйста, да, казалось бы, если бы этим все закончилось, мы бы пропили бы осанну тотальному субъекту этой универсальной личности, которая, как человек, способна влюбиться в эту прекрасную женщину, Валкамену. Но даже как я, идиот, могу пойти куда-нибудь и полюбить кого-нибудь. И потом еще мать с полжизни. Вот это да! Вот и так вот все оно-то! Да! Да! Но тут возникает абсолютно клейстовский поворот. Юпитер, амфитрион в отъезде, и он к Аукмине приходит в образ амфитриона, ее мужа. И Аукмена спит с Юпитером, думая, что это амфитрион. Тут вот уже невесело становится, страшновато. Ну вот. Причем это комедия. Да, это комедия. Слуга амфитриона тоже пострадал, потому что там Меркурий спит с его женой. боги наслаждаются прелестями земных женщин. Они им нравятся. Но мы недавно восправляли 8 марта, и мы знаем, что женщина это чудо. Но есть какой-то момент, когда можно про это узнать. И тогда где же твоя свобода? Когда некое верховное существо, святая святых романтического мира ощущения, может принять твой образ, пойти к твоей любимой и обладать ее. А ты приедешь, и она тебе скажет, милый, как хорошо было с тобой вчера. А ты подумаешь, милый, я вчера был в Пенде, я ездил в Тархан и поклониться Михаилу Юрьевичу Лермонтову, великому романтическому поэту. Милый, ты рассказываешь мне свой сон, а она тебе скажет, да какой же сон, дорогой? Ты никак не мог успокоиться до семи утра. Это клесть. Понимаете, в фривольном, в анекдоте, да, в том, что у плав-то хихоньки-хахоньки, плав-то это комедиограф древнеримский, потому что у Мольера значит, изящно и смешно, у Клейста смешно, смешно, вот, но где-то так и не очень смешно, где свобода, значит, всегда есть кто-то или что-то, что хочет того, что ты, в данном случае алкменов, если кто-то хочет того же, что ты, он похож на тебя, ты любишь алкменов, и он любит алкменов, ты видишь в алкмене все добродетели возможно, и он тоже видит, тебе нравится обнимать алкменов, ему нравится, более-то, ему нравится, так же, как тебе, но тогда ты повторим, тогда тебя можно воспроизвести, тогда двойник может собрать, вот это вот романтическое двойничество, знаменитое, которое у Гоффмана примет, ну, уже совершенно, сказать, невероятные формы, кстати, Гоффман был одним из немногих людей, которые при жизни оценили талант Клейста, все остальные проснулись, конечно, после смерти, вот это оно, понимаете, и Клейста вот этот вопрос занимает, потому что амфитрион человек уважаемый, богатый, ему есть, что терять, и вот этот контраст, да, столько уважения, столько собственности накоплено, а стоит только вот Юпитеру принять твой образ, ну, че, утешишься? У тебя там восемь костюмов, двенадцать пар ботинок, кстати, ему сейчас хорошо, слышишь, как постановит там, Аукмен? Вот это, да, вот это, вот сейчас мне нравится, какая сейчас тишина, в этом зале, потому что вы начинаете проникаться духом клейства, величайшего из немецких художников, он поставил все вопросы, которые даже для романтиков, для ранних были неоспоримыми, все под вопрос огромный, ну, и, конечно, что уж там происходит, когда он пишет свою самую знаменитую трагедию пентасилею. Вот я думаю, что в каком-то из параллельных миров, как раз прочитав пентасилею, Гет сказал, это бы меня разрушило. «Пентасилею» «Царица Амазонок». Это женщины, которые добивались свободы. Очень, кстати, актуально, я бы поставил сейчас пентасилею, то есть это век мету, феминизма, это та самая пьеса. Другое дело, что кто бы сыграл, то вот непонятно, пентасилею, потому что женихов они берут в бою, а после этого быстро с ними размножаются, мальчика убивают, девочек оставят. И благодаря этому сохраняется некая такая стабильность общественная. Общественная стабильность. Она царица Амазонок. Ну, здесь важно, наверное, вспомнить, что у раннего Клейста была вот эта страшная сила, сама материя жизни. Потому что строго говоря, и деньги, и собственность, домодежда, достаток, это все производное от извращенного отношения к самой материи. к самой материи. То есть, раньше не было извращенного отношения к материи, в любимом романтикам средневековья. Есть замечательная книжка Марии Луизе фон Франц, ученица Юнга, алхимическая проекция, или как там называется. Там есть первая глава, она очень хорошая. учитель, занималась алхимией, и там описана процедура того, как алхимики общаются с камнями и металлами. И как камни и металлы сообщают алхимикам свои секреты. И очень приятно читать. Ну, то есть, ты понимаешь, насколько вот этот вот просветительское отношение к средневековью. Вот, когда вы слышите, особенно по Москве, я люблю, там одни просветители сидят. Вот это темное средневековье, вот это инквизиция, этот ужас, этот кошмар, это создали просветители, такой образ средневековья. Он не был таким. И он не был таким даже в эпоху Возрождения. Но эти люди могли говорить с металлом таким образом, чтобы металл сообщил, вот, дух металла, дух металла сообщил тебе, вот, некий секрет. Строго говоря, я вам сейчас открою небольшую тайну, ее открыли нам все специалисты по средневековью, что все ремесленные цеха в средневековье пользовались этим методом. Именно поэтому у них была хорошая сталь, хорошая обувь и многие другие хорошие вещи. И каждый из королей входил в один из цехов. Карл IX, например, помните, хроник, когда Карл IX про спор Мереме, он был членом гильдии оружейной. Иногда он входил в несколько гильдий. И был закон, который я просто очень люблю. Конечно, каждый гильдий хранил свой секрет, потому что дабы он был тайными разговорами с металлами самой материи жизни. То есть материя жизни подсказывала, как с ней обойтись, чтобы получились хорошие ботинки, например. Или хорошая аркебуза такая добрая, чтобы осечки не давала, чтобы пуля летела куда надо. Каждый гильдий хранил свой секрет и обязана была его сообщить только королю. Король знал все секреты всех гильдий. Это было такое королевское право. Но это же любимая мысль романтика дать голос самой природе, преодолеть это отчуждение возникшее в предыдущее столетие. То есть пусть вода, ручей, дерева. Опять же вспомните цветаевые други, когда на деревьях. Други это друзья, это друзья, которые тебе надо дать голос, они тебе шепчут, но они не владеют нашей речью. И нужно развоплотить человеческую речь и снова ее воплотить, вобрав голос деревьев, трав, природы, океана, для того, чтобы заговорить от лица океана, но заговорить не как я, как, допустим, Навалис или как Байрон, а заговорить как бы голосом самого океана, но в человеческой транскрипции. Вот, вот, и только любовь у Клейста, только влюбленные, в этом самом начале наивный еще был, вот, только любовь преодолевает эту злую третью силу. Вот, поэтому, когда к материи стали относиться как к неживой, да, как к неживой, а для романтиков и для Клейст в первую очередь и собралась вот эта злая сила, да, которая всегда между людьми, она всегда между людьми. Ты приходишь к девушке, ты собираешься прочитать стихотворение, она спрашивает, Валерий, а ты сколько зарабатываешь? Ну, просто, если не секрет, тебе сколько за лекцию Клейст платит? Ну, просто интересно. И ты понимаешь, что может быть и не получится. Понимаете, да? Вот он, вот он, этот интерес. Да, как мы будем жить? А где мы построим дом? А ты на той вообще работе работаешь? Ты вообще тот человек или нет? То есть, тот ты человек или нет зависит от того, насколько ты можешь быть близок к демону материальности. И если близок, ну, конечно. Не все, не всегда, не везде. Вот все это начинается в самом начале, ребята, это первые годы, 19 века. Это было давным-давно. Они все уже знали. Они все это понимали. Но вот здесь Алим, так она царица Амазонок. И они бьются под трое, там же ахейцы, она видит ахилла. Амазонки свободны. Единственное, что им нельзя любить. Вернее, они просто не знают, что такое любовь. И эта история про то, как Пентаселея узнала, что такое любовь. Ахилла ее волнует. Ну, то есть, понимаете, надо победить самого Ахилла, взять его в плен, заставить его купить с собой, родить девочку и отправить величайшего героя Лады. Непростая задача. Мы знаем, что это непростая задача, но Клести не ищет легких путей. Она заволнована, она его видит, что-то не то. Какое-то неизвестное чувство. привычная простая процедура. Пошла, взяла в плен, утонщила. Парень сделал свое дело, иди, возьми морковку, покушай, устал, ищет Ахилла. Но это Клести. Понимаете, Агамемон ее бы не устроил. Не устроил. Одиссей совсем. Ахилл. Сын Бога нужен. Понимаете, что тут мелочиться-то? Потому что и она царица Амазона. И дальше удивительный этот ход Клейстовский. Она проигрывает Ахиллу, приходит в себя, и Ахилл ей внушает, что она победила. И она, находясь в плену, Ахилла ведет себя как хозяйка положения и открывается. И открывается. И она впервые позволяет себе сказать слова любви. Ахилл сам уже как-то немного жалеет, потому что он уже предчувствует, что с такими дамами это так не надо бы. Ну, она сложная ситуация. Вот человек умеет драматическую ситуацию построить. то есть скажи Ахилл, что он ее победил, победить Пентеселею, ну, что, ей только харакири делался. Понимаете? Скажи, что она проиграла, невозможно. Сказать, что он проиграл, будет то, что будет. И вот после тогда, как они говорят о любви, ее отбивают подруги, и она узнает правду. И тогда назначен поединок, дуэль между Ахиллом и Пентеселеем. И Ахилл понимает, что девушка со странностями выходит без оружия. Он выходит без оружия, видимо, предполагая, что она выйдет. Она же такие слова любви говорила. Но это оно. Это оно. не напоминает ли вам это? Вы думали, любовь это беседовать через столик Марин Иванов Цветерой? Правда? Да. Они могли бы вместе гулять по улицам какого-нибудь немецкого, из немецких городов. Недармо она ведь говорила, что немецкая часть души главное. И вот вы понимаете, как бы сказать, все, что он пишет, да, в дальнейшем, ну, это вот такой же привкус небывалого. Последняя его там трагедия принц Фридрих Гомбургский. Кстати говоря, вот этот фильм вы можете посмотреть, его поставил выдающийся итальянец Марко Белоккио. Это один из ну, довольно удачных таких способов проникновения в Клейст, который вообще закрыт. Потому что вот новый Михаил Калькас, на мой взгляд, никуда не годится. Старый Шлендорф 69-го года, я сам посмотреть не могу никак, потому что его нет. Вот, Клейста прячут от людей. Я специально читаю эту лекцию, чтобы нарушить этот заговор против великого немецкого поэта. Посмотрите еще одна коллизия. Это все Клейст. Идет война. Принц Фредрив Гомбургский прибегает на поле боя к романтической импровизации. Был план на битву. Он увидел другое решение победа. Курфюрст готов приговориться к смертникам за эту красивую романтическую импровизацию. принц подумав немного понимает Курфюрст прав. Сам обвиняет себя и готов умереть. Михаил Кальхас одна из самых знаменитых его навел. Есть человек который несправедливо обижен. он становится бунтарем народным героем. Там проблема я даже не помню. Я сейчас уже забыл. Теленок что ли? Что-то им не додали. Он переворачивает весь мир. Ему отдают теленка или не теленка. Что же ему отдают? Старость не радость. И он идет спокойно справедливости. старшествовало все установлено на висельцу. Это Генрих фон Клейст. Землетрясение в Чили. Да, Нази его навел. Причем Клейст новеллист это вообще что-то уникальное. Он опередил свою эпоху на несколько столетий. Он начал писать так как будет писать Кавка через много лет. Это не означает что Кавка надо его выбросить это не то. Вот Клейст начал писать невероятный какой-то сухой прозовый. Цвейк недаром это сравнивает с упражнениями Стендаря. Стендарь действительно читал Гражданский Кодекс. Вот когда учился писать. Гражданский Кодекс читал и перечитывал для того чтобы изгнать из собственной речи и стиля все ненужное. Чтобы была вот эта интонация как бы протокол какого-то. какого-то протокола. И там у него в одном из рассказов вот все эти эпизоды старуха встает с соломой. Вот все написано понимаете мы все видим все можно потрогать солома мы чувствуем ее запах вот лохмоть старухи они описаны она что-то ищет там в каком-то шкафу вот невероятно плотное сухое детализованное значит описание каждая вещь как на ладони только одному в финале узнаешь это привидение это и есть вот это вот да с одной стороны романтическая ирония с другой стороны вот это развоплощение землетрясение в Чили страшное бедствие страшное бедствие погибло огромное количество людей и когда они погибают люди сплотились чуть только землетрясение закончилось в них снова высвободилась эта воля к уничтожению друг друга да воля к тому чтобы владеть другим и другими и начинается следующая катастрофа да и ты не понимаешь что есть землетрясение природное явление которое убило столько людей или то что живет в этих людях да и Клейст вглядывался в этот чудовищный демонизм да который существует в людях и непонятно чем же его усмирить то что с ним сделать потому что своим собственным он справиться не мог и вот казалось бы да какая-то высота художественного дара реализуется все сильнее и сильнее да все мощнее и мощнее но он все несчастнее и несчастнее и несмотря на то что есть вроде бы друзья которые ему что-то говорят что мол да это хорошо это настолько ново да потому что его открытиями будет пользоваться все 19-е а потом 20-е столетие и вообще клейст не забываем абсолютно другое дело что понимаете да какая-то сила действительно бросает человека в пасть дракона вот потому что может быть только в пасть дракона он способен написать эти выдающиеся вещи туда страшно идти туда страшно смотреть в пастье дракона оказывается никому не хочется но с клейстом было так но дальше было еще лучше с клейстом потому что он составляет свой последний план самый триумфальный во-первых этот план блестяще удался во-вторых это потрясло всех событий хотя всех сначала напугало а в-третьих собственно говоря я тоже не знаю таких историй я вам ничего такого не могу сообщить о самом праздничном самоубийстве мировой литературы может быть это и есть некий триумф романтического поступка я не знаю только японцы так харакири делают но там нету этой веселости и той гармонии той гармонии понимаете которой у клейст не было никогда и в которой пришла он ну я сначала вам небольшой фрагментик прочитаю для того чтобы вы поняли да всю меру одиночества этого человека просто одиночества в мире и тоже может быть перестали так сильно ругать Михаил Юрьевич Лермонтов не существует средства для общения как это расходится с моим школьным опытом марксистская лингвистика мне сказала что язык является средством для общения между людьми и тут немецкий поэт мне начинает говорить вот такие вещи но вы бы задумайтесь не существует средств для общения их нет в мире даже то единственное чем мы обладаем язык не пригоден для этого потрясающе а для чего он тогда пригоден да для того чтобы пентасилей написать он не может обрисовать душу и создает лишь отрывочные фрагменты поэтому меня охватывает чувство похожее на страх всякий раз как я хочу кому-нибудь открыть свой внутренний мир внутренний мир есть и гигантский но сообщить об этом некому потому что у человечества как выяснилось к 19 веку нет средств а я в 21 веке еще кому-то хочу что-то сказать когда уже в начале 19 не было я вам скажу что если бы не это великое приключение с языком который предприняли романтики у нас вообще ничего не было у нас бы вообще ничего не было философ хороший философ пишет прочитал ну где он прочитал не знаю на сайте на каком-то или книжкой была для чего нужна собака это язык и что за этим языком то есть собака ведь не бывает просто так да она для чего-то нужна есть какая-то цель с которой мы какой-то автор целую книгу написал собака нужна ну например для общения или собака нужна для охоты вы понимаете но если вы вдумаетесь вы поймете почему Ницше рыдал огня в лошадь которую били кнутом для чего нужна собака для чего нужна женщина для чего нужен клейст для чего нужно вообще все конечно конечно понимаете параллель правильно чем больше жизни тем страшнее тем страшнее это же мы написали ну не мы лично да но мы живем внутри этой культуры мы говорим ее языком вот вот а клейст там говорит жалко нет средств общения так хотелось рассказать о себе но их не существует и тем самым заставил нас прочитавших это немного подумать ну например о том что мы сделали с языком или например о том что мы сделали с молчанием да и почему мы не способны вообще ничего передать друг о друге друг другу и вот этот человек ищет партнера по самоубийству это его план у него рождается предположение что в стране вечной тени после смерти можно остаться так же одиноким как и при жизни поэтому возникает какая-то странная идея да с кем-нибудь ну и там вроде как он убеждает друга и говорит это его представление о потустороннем да да давай мы столько раз умирали с тобой это все равно как перейти из одной комнаты в другую то есть он хочет перейти в другую комнату да вместе с другом друг в ужасе друг в ужасе он в другую комнату не хочет вот его вполне устраивает это а клейст последовательно делает предложение всем своим знакомым женщинам последовательно он никого не обидел ни одна не может сказать он мне не предложил вот нашел 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 но ужас не это я не знаю ужас не ужас ужас-то не в этом заключается вот ну понимаете поскольку он все время обдумывал это то реакции близких всегда были такими клейст не пришел два дня его ищут в море вот клейст куда-то уехал не дала себе знать его разыскивают как мертвого все вокруг подозревают что он вот-вот покончится с собой это продолжается может быть 10 лет может быть больше то есть огромное количество таких случаев каких еще дистанциальных бунтов надо нам да я не помню есть ли клейст бунтующим человеке альбера камен но ему там самое место последние годы он не вылазит с постели величайший немецкий поэт понимает что смысла вставать нет никакого он пишет вот он пишет великие произведения которые никто не печатает никто не издает иногда выходит в кафе выпить и возвращается лежать так продолжается несколько лет пока он наконец не находится женщину она больна раком фамилию фогель и она с восторгом воспринимает она жена кассира пара это пощечина вообще всей германии ну как они это воспринимали вы представляете генрик фон клейст вообще-то и вообще-то все клейсты вот там чуть ли не генералы вот и так далее и жена кассира и они с ней договариваются и вот здесь случается то что случается потому что клейст напишет еще какое-то количество писем и из этих писем мы знаем что он обрел счастье то есть перед смертью которую они заказали он испытывает то чего не испытывал никогда он слышит вот эту музыку счастья он наконец понимает что все соединяется что гармония возможна он пишет письма ну кто-то бы наверное сошел с ума вот получив их вот но он пишет абсолютно искренне например одной из любимых женщин он пишет что-то такое да пошлет тебе небо смерть хоть наполовину столь радостную и невыразимо веселую как моя это самое искреннее самое сердечное пожелание какое я могу придумать это веселая смерть и проходит какое-то время никто не знает какое ну я не знаю пока они не осуществляют свой замысел ну строго говоря так полагаю что фильм Джессики Хаус на безумную любовь про это вот про это потрясающая пара он не любит ее а она не любит его а несчастлив ну вот это ли не то чего пытались всегда открыть романтики оказывается бывают такие условия при которых ты не любишь ее она не любит тебя и вы счастливы он не один счастлив он еще счастлив от того что он сделал счастливой эту госпожу фогель вот и она нашелся выход и хороший человек и поэт иногда читает стихи понимаете он со всеми прощается пишет письма невероятно какие-то они не изданы у нас вот но по воспоминаниям тех кто читал он какие-то совершенно невероятным светом искрятся огромной любовью значит он приводит в порядок дела всем занимается с огромным удовольствием с огромным удовольствием за это время пока он несколько лет лежал в постели написан роман написаны две драмы и книга истории моей души другой перевод истории моего внутреннего мира клейст с чувством необыкновенной радости и счастья подходит к этим рукописям сжигает их нам не осталось ничего от этих книг и мы никогда не узнаем что было написано в истории его внутреннего мира роман роман был абсолютно без всякой жалости и они едут на пикник они едут на пикник трактирщик где они останавливались он давал показания слышит радостный смех этот радостный смех раздавался на протяжении всего пикника его слышали все окружающие тут проходил мимо и так далее после этого раздался два выстрела и вот тут не сразу до некоторых сразу до всех остальных постепенно наконец дошло кажется мы имели дело с великим человеком но если бы все можно было куда-то уложить на какую-то полочку но нет такой полочки вернее так сказать эту полочку и трудно найти где человек решивший покончить с собой обретает мир и никогда так не веселится и не ликует и не искрится счастьем и не любит всех окружающих как в эти дни перед роковыми двумя выстрелами вот и попробуйте это все уместить куда-нибудь единственное перед тем как он я не знаю он уже нашел госпожу Фогель он приехал домой он приехал домой в это имение они его все ненавидели там сидели люди эпохи просвещения которые знали как жить и как просвещать сын разрушил все чему они посвятили свою жизнь это был очень холодный обед они смотрели на него с нескрываемым презрением чувствовалось что Генрих фон Клейст предал всех все генеалогическое древо рыдало глядя на великого поэта так что проститься не удалось но вот по иронии судьбы может быть это тоже романтическая ирония романтическая ирония если говорить об этом очень просто это и есть видение бесконечного в конечном вот смотришь на что-то конечное вот Клейст так и увидел свою смерть да и вдруг бесконечное начинает развоплощать это конечное и возникает особая ирония особая ирония и вот по какой-то случайности нелепости остальных Клейстов знают гораздо меньше чем Генриха фон Клейста читайте вот завидуйте ну в смысле немцам у него великий поэт они даже отпраздновали в двухсотлетие если есть вопросы я готов отметить вот ну это Генриха Клейст ну что я вам кстати скажу вот о чем я не рассказал хорошо что ну конечно Пентасилея меня еще в университете потрясло вот знаете там лет в 20 прочитать Пентасилею самое то просто самое то какое то время знаете выходишь в коридору там университет на втором этаже и на любую женщину смотришь как то по особенному вспоминая боевых слонов и бешеных собак которые сейчас разорвут на части ахилла у меня есть потрясающая новела Маркиза фон о великий режиссер французский Эрик Ромер снял фильм вы его можете посмотреть вот заклейст и брались большие режиссеры вот Шлендров снял Михаэль Кальхас Ромер снял Маркиза фон о Зиберберг может быть главный такой вангардист снял две какие-то картины по клейсту ну что один из величайших поэтов на земле хотя собственно стихов он не написал говорят перед смертью написал первое стихотворение есть такая байка ну вот настолько хорошо было Маркиза фон о абсолютно клейстов поворот он значит берет немножко из амфитриона там значит есть Маркиза который вдруг сберемен ситуация простая то есть она упала в обморок и ее изнасировали она пришла в себя продолжила жить обнаружила что беременна и дальше последовательно от нее начинают отрекаться все она она какое-то время живет в ощущении может быть это действительно какое-то особое значение а потом начинает узнавать а от этого всем становится совсем плохо Маркиза себя так не ведут она дает объявление в газету и хочет увидеть человека который изнасиловал и он является он является но вот в этом абсолютно клейст как бы анекдот но страшно потому что что это за анекдот с изнасилованием берет два сюжета сюжет о непорочном зачатии и это соединяет их в нечто своеобразное и дальше начинается жизнь этой героини это конечно очень клейст когда есть некто есть персонаж отвергнутый всеми абсолютно с Пентасилеевой понимаете что случится потому что все же амазонки поняли что Ахиллу так достался она же должна была просто с ним переспать и отпустить его потому что она полюбила то есть она нарушила все установления все законы амазонок и ее дальнейшее царствование под большим вопросом я думаю это и сами понимаете вот и вот это какая-то невероятная в данном случае да невероятное умение идти до конца то есть все вокруг надо спрятать надо скрыть приличные люди все скрывают особенно такие нежелательную беременность вот это это начало 19 века понимаете понимаете в 11 году в 1811 21 ноября уже уже погиб да дают объявление в газету да хоть поэтому весь город потрясен одна против всех она хочет узнать кто и он и он приползает он приходит ему неловко ну а дальше узнаете прочитать отлично 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 я вам скажу просто прекрасно вот вообще надо сказать ребят что конечно хотелось просто этот месяц был посвящен Марине Ивановне Цветаевой с двумя рифмами к ней в образах очень близкого ей Паскаля меня спрашивали там значит где-то в инстаграме откуда и где я взял цитату вот эту где Цветаева говорил про Паскаля я пользуюсь случаем есть замечательное эссе Марии Степановой я оттуда взял я не знаю она взяла из записных книжек откуда там большая развернутая цитата где Цветаева объясняется в любви Паскаля вот то есть если вас интересует источник там вот значит и Генрих фон Клейст потому что да это продолжение этого размышления продолжение этого размышления когда духом поэта овладевает какая-то невероятная сила от которой он пытается избавиться заметьте как только он нашел способ убить демона он стал счастлив он стал счастлив и заметьте не надо писать он сжег все что написал так кто стоит за этими великими произведениями провалит Цветаева которая говорила что на страшном суде вот таких как я будут судить вот в первую очередь непонятно непонятно то что человечество потеряло бы если бы не был Генрих фон Клейст здесь нет никаких сомнений никаких абсолютно